Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресе Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христос воскресе Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христом 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 И душевных, честных доверий, Господь, помолимся, Господь, помолимся. Светим в храме всем, и сверли в обыглении и страту, Можем, прежде чем ходить, Господь, помолимся, Господь, помолимся, Господь, помолимся. И, смотрящий, Господь, помолимся, Господь, помолимся, Господь, помолимся, Господи, помолимся. Субтитры подогнали Симон. 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 И мы знаем, что, и говорят богослужебные тексты, что Господь распростер свои объятия, чтобы со всех концов земли привлечь, призвать, привести к себе людей. И при тех людей, которые пришли к Нему со всех сторон, мы сегодня слышали и благовестие евангельское. Это тоже такая традиция существует, Евангелие читается на различных языках. То есть благовестие, оно распространилось по всему земному шару, по всей планете Земля. То есть Господь руцы свои распростер всем людям, для всех людей. И вот собрал их, в каждом приходе своя семья, своя община, но все мы вместе образуем Церковь. И Господь еще хочет, чтобы мы с вами не просто собрались с разных концов земли, города, района, а чтобы те, которые собрались здесь, например, в этом храме, чтобы они друг с другом сблизились, чтобы друг в друге видели брата и сестру, человека, христианина. И вот Господь и для этого руцы распростер. И мы благодарим Его за Его милость, что Он сподобил нас дожить до этого дня, что мы друг с другом рядышком здесь находимся. И впереди у нас с вами светлая неделя, неделя радости, неделя благовестия, через которую призывается каждый человек. У каждого же есть родственники, у каждого есть знакомые. И вот им с ними поделиться этой радостью, не только и не столько застольем, а именно поделиться благовестием. Конечно, видим мы друг друга и рады, видите, здесь не обойтись без каких-то таких радостных встреч. Но не в этом главное. Вы сами понимаете, радость, она духовная. Радость этого события, она духовная. И наша задача с вами сохранить эту радость. И как говорил апостол, точнее сказать, Господь в Евангелии от Иоанна говорил, «Скоро меня, упрощенно говорю для легкого понимания, скоро меня с вами не будет. И мир обрадуется этому, а вы восплачете. Но я снова приду к вам, и вы исполнитесь радостью, и вашей радостью никто отнять больше не сможет. Радость наша с вами – это Христос. Его от нас никто не сможет отнять, если будем хранить веру твердую, будем благочестивыми христианами. И продолжить эти слова хотелось бы, и даже, наверное, раскрыть эти слова хотелось бы и эту мысль в послании Святейшего Патриарха Московского Сея Руси Кирилла ко всем чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленные Господи, Преосвященные Архипастыри, Всечестные Пресвитеры, Диаконы, Боголюбивые Иноки и Инокини, Дорогие братья и сестры, в ночь, пронизанную божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возраст, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании. Христос воскресе! Христос воскресе! Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне святозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно, для ограниченного человеческого разума, ведения сей дивной тайны, ведения сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием. Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии. День воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение дьявола. В свете сказанном особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного апостола Павла, уподобляющего восстания Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Читаем мы в апостольском послании Коринфянам. Воскресение Господа Иисуса Христа – главное содержание христианского послания миру. Только благодаря голговской жертве, неразрывно соединенной со славным воскресением, обретает смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разной культуры традиции попытки поиска живого Бога. Ибо по слову Священного Писания Господь нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему. И Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяние и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную жизнь и жизнь с избытком. Совершилась предначертанная от века, а ныне смерть не имеет более такой власти над человеком. И теперь как водами все умирают, так во Христе все оживут. Потому Пасха является важнейшим христианским праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянной божественной славой воскрес в третий день и путь, сотворив всякое плоти к воскресению из мертвых, да будет сам вся во всех первенствах. Из анафора литургии Василия Великого. Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущую в жизнь вечную. Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные, мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, который на небесах. К сожалению, злая человеческая воля, дьявольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты, противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовав над грехом и смертью, потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем благодаря пребыванию Его в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, неспосылаемой от Бога на всех верных чад Его. Паки, поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником воскресения Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему, возлюбившего нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Воистину воскресе Христос Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Москва, Пасха Христова, 2017 год. Очень отрадно и радостно осознавать, что о нас имеет попечение Святейший Патриарх и наш правящий архиерей, чье послание вашему вниманию сейчас предлагаю. Пасхальное послание митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, главы Волгоградской митрополии, лиру и пасты Волгоградской митрополии. Христос воскресе! Воскресе! Возлюбленный! Мы знаем, что в таинстве крещения мы рождаемся в жизнь вечную, а в таинстве миропомазания получаем божественную печать дара Духа Святаго, что делает нас своими для Бога, мы получаем божественную печать усыновления, и становимся Его детьми. Теперь Бог нам, прибежище и сила, наш первый помощник в скорбях и болезнях, посещающих нас. Благодаря благодати крещения миропомазания, с Его помощью мы преодолеваем все трудности в жизни души и тела, становимся способными воспринимать божественную благодать, спасающую нас. В этом вразумляет нас святой апостол Павел, а именно. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, но Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Нашим главным делом становится православно-христианский образ жизни, и хвалиться своими силами неприлично. Это есть дар Божий, и мы должны быть благодарны Богу и по совести через святую жизнь приобретать этот дар. Да будет первым и главным нашим помощником воскресший Господь, Иисус Христос, Ему же слава, честь и держава. Аминь. Христос воскресе во Иисусе воскресе. Радуйтесь святому празднику, светлой Пасхи Христовой. Аминь и Богу слава. Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградской митрополии, Пасха Христова 2017 год, Святодухов монастырь Волгоград. Вот так, мои дорогие, мы с вами сподобились. Я вас всех поздравляю. Сейчас богослужение праздничное, оно как бы закончилось, но оно будет продолжаться во времени все равно. И мы сейчас с вами оденемся, возьмем свои сумочки, пакетики, выйдем на улицу, встанем по периметру, ну не знаю, как это можно назвать правильно, вокруг храма, со своими пасхальными приношениями. И мы сейчас выйдем к вам, и все, что вы принесли, будем освящать. Причастников поздравляю с принятием Святых Христовых Тайм. Я думаю, по мере того, как вы будете выходить на улицу, вы можете через крест подходить, ловызать, целовать, благословляться, выходить, выстраиваться. Причастников поздравляю с принятием Святых Христовых Тайм. 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 Продолжение следует... Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе, Христос воскресе, с праздником вас! Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, С праздником вас! Христос воскресе! Христос воскресе, Господи благослови! Господи благослови, Господи благослови, Господи благослови. Господи благослови, 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 Господи благослов Продолжение следует...